МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первой серии наши герои презентовали свои бизнес-идеи. Не всем удалось эффектно и доходчиво заявить о себе в проекте. Первая пятерка от жюри досталась Наталье. Удастся ли ей и во второй серии выполнить задание от ментора на «Отлично» или «Пальма первенства» на этот раз достанется другому участнику? Смотрите «Бизнес-реалити-вызов». Третий день проекта. Будущие бизнесмены начинают воплощать свои проекты в жизнь. Уверенности у них хоть отбавляй, но явно не хватает знаний. Наших героев ждет погружение в безбрежный океан под названием «Рынок». Уверенно держаться на воде начинающих предпринимателей научат менторы. Сегодня это Дмитрий Потапенко. Свою первую торговую сеть основал в 1992 году. Это были магазины электроники «Тусар». Был управляющим сетью «Пятерочка» в Москве и Московской области. Сегодня владеет розничными и ресторанными сетями в России и за рубежом. Дмитрия называют хирургом сетевого бизнеса, реаниматором убыточных ритейл-компаний. Лекции никакой не будет. По причине того, что вы якобы создали какие-то продукты. А тема у нас называется сегодня «Конкуренция». Это означает, что сейчас вы мне расскажете каждый о конкуренции. О конкурентах, которые существуют в вашем товаре. При этом я сразу хочу сказать, первое правило конкуренции, которое написано в книжке древней товарищем Котлером, что человек, который покупает сверло, он не покупает сверло. Он покупает решение проблемы, а именно дырку в стене. Поэтому, когда вы будете презентовать свои товары и продукты, сегодня, мне, сейчас, и рассказывать о них и о своих конкурентах, я буду вас жестоко обрывать, если вы будете говорить, что ваш товар уникальный. Ментор ввел наших героев в шок с первых же минут тренинга. Резкие комментарии, конкретные вопросы ставили участников в тупик. Владимир не смог сформулировать точные ответы на большинство вопросов ментора. Если говорить о конкуренции, сейчас я со своим партнером принял решение, что нам интереснее всего сейчас продавать услуги, то бишь снимать кино сферическое. Неужели у нас камеры GoPro все разбиты? Их шесть, этих камер. Они снимают... Это GoPro-шки, которые стоят, а ваша задача только, по сути дела, обработать это видео? Да, именно. Потому что, когда... И этого не делает никто? Нет, это делают, но... Так что делают ваши конкуренты, чего не делаете вы? Ну, мне вам про конкуренцию сказать нечего, потому что вы просто ее еще не изучали. Совершенно с вами согласен. Второй час Дмитрий Потапенко троллит наших героев. Мужчины пытаются держать удар, хотя это нелегко. Прошу. Мои конкуренты только увеличивают стоимость владения, стоимость операционных затрат рестораторов, предлагая... Максим, извините, что я буду перебивать, поскольку тема понятная. А вы конкурент AirKeeper и Alka? Да, абсолютно верно. Я предлагаю законченную систему автоматизации, не добавок Keeper или Alka, как предлагает другой сегмент моих конкурентов. А что считают ваши клиенты? У меня пока два клиента. Максим, ну тут совершенно же очевидно, если у вас два клиента, а вы хотите завоевать рынок из 500 клиентов, да? Ну там 50 клиентов. Моя цель за... Да, не важно. Примерно, да, где-то так. Да, ну грубо говоря, чтобы иметь математическую статистику, вы же в общем ее изучали. Записали. Да, грубо говоря, надо хотя бы 150 клиентов изучить. Так вот, я просто вам рекомендую, это относится ко всем, неважно, чем вы занимаетесь, поработайте у ваших конкурентов ручками. Очень хорошо, знаете, вставляет. Так правильная такая школа. Такого напора участники не ожидали. Слабый пол близок к тому, чтобы сдаться без боя. Центров обучающих, их очень много. Я знаю. Насколько, чем вы будете отличаться от конкурентов? Во-первых, обстановкой. И, соответственно, мы же продаем эмоции, эмоции для родителей. Ну, помимо того, что мы обучаем детей, естественно. Хорошо, вот сидите слева от ваших коллег, представим, что она такой же центр. Чем все-таки вы отличаетесь? Атмосферой. Вы думаете, она скажет, что у нее плохая атмосфера? Да нет, конечно, как же она скажет, если у нее будет такой же? Чем вы будете отличаться все-таки? Не эмоциями, должно быть конкретное, четкое предложение. У нас есть йога, ребенок пошел на ИЗО, мама пошла на йогу. Гуд, прошу вас. Я открываю кафе, семейное кафе, небольшое, 35 посадочных мест. Это 6 столов? Да. Касательно конкуренции, в округе в радиусе 5 километров, начнем пока вот с этого, с такой вот ближайшей доступности, есть один ресторан кавказской кухни, один пив-бар и два ресторана японской кухни. Когда мы говорим о конкурентах, вот при просчете любого объекта, связанного со сферой услуг, место, место, еще раз место. Да, я понимаю. Ваш проект? Кит Эрудит – это мобильный учитель для дошкольников, для детей от года до 7 лет на мобильных устройствах. Прекрасно. Ваши конкуренты, что они не делают? В настоящее время мои конкуренты не дают системного подхода к обучению ребенка. Сколько вам нужно денег от инвестора? На продвижение или на создание продукта? Ну, если вы умеете распоряжаться инвестиционным бюджетом, то должна знать, что такое операционный бюджет. Российский рынок для меня не является ключевым. А какой рынок является ключевым? Бразильский, европейский. Почему тогда вы просите деньги в России? Здесь дорогие деньги. Надо ехать в Бразилию, там существенно дешевле деньги. Конкурентов, судя по всему, у вас много, но какие они и что они делают, вы не знаете. Подошел к концу третий час лекции. Дмитрий Потапенко завершает свой стрессовый тренинг. Остается надеяться, что шоковая терапия ментора поможет участникам реально оценить свои силы и взять верный курс на победу в проекте. Вы думаете, после такой лекции кто-нибудь захочет делать бизнес? Заключение Потапенко дает слушателям задание. Снимаем корону с ушей, да, по поводу того, что вы все сделали уникальный продукт. Со времен Адамовых уникальных продуктов не существует. Изучайте конкурента, и тогда вы поймете, как делать ваш бизнес. У меня все. Я посмотрел все проекты, которые я увидел, если это можно назвать проектами, потому что каждый из представлявших их, назовем это так, стартаперов или предпринимателей, на мой взгляд, не имеет никаких шансов на выживание. Потому что на сегодняшний день у них нет понимания, что такое конкуренты, как с ними работать. Они не понимают основное, кто их клиент, как его структурировать. Это такое вольное, что называется, предпринимательство раз от разу. Это фантастика. На нас не лили елей, а рассказывали сермяжную правду реального бизнеса. Круто. Потапенко большой профессионал, но он ничего не понимает в мобайле, он не знает, как продвигаются мобильные приложения. И это грустно. Не совсем согласна с тем, как он подходит и смотрит на конкуренцию со стороны именно инвестора, а не изучение конкурентной среды, но хозяин барин. Мне очень понравилась мысль о том, что своих конкурентов надо знать в лицо, как врага надо знать в лицо. Собственно, чем я и пойду заниматься. Реально, нужно же для того, чтобы сделать из этого бизнес, нужно подумать, прежде всего, о конкурентах. Четвертый день проекта. Участники вступают в бой за главный приз – бизнес-реалити. Впереди домашнее задание. Каждый из наших героев должен найти своего конкурента и понять, как с ним бороться. Сейчас я надеюсь полететь. Пусть так, как увижу своих друзей, пилотов. Владимир приехал на аэродром для теста своей камеры при высоких перегрузках. Испытание проведет пилот спортивного самолета. Ну что, Виталий, есть надежда, что ее удастся привинтить? Ну что, наконец, монтаж камеры практически закончен. Я счастлив, потому что я тоже лечу вместе с камерой. Хорошо. Выбор очень индивидуален, очень интересен за счет того, что он позволяет снимать сразу в нескольких плоскостях. Камера прошла испытания, прошла ясно достойно, выдержала все перегрузки. Я готов развивать и дальше этот проект сферического видео. Владимир предлагает сферическое видео для магазинов, салонов красоты и так далее. Я вот потихонечку начинаю задумываться о том, чтобы привлечь его и отснять сферическое видео кафе. Вопрос цены. А здесь мне на третьем этаже обещали показать место. Татьяна ищет подходящее помещение под кафе. Однако в Новой Москве не так много мест, отвечающих запросам нашей участницы. Помещение, которое мне предлагают, находится вон там. Помещение с моей спиной, по-моему, самое хорошее. Но, конечно, надо будет еще разговаривать с собственниками, обсуждать условия аренды. Вот это помещение мне тоже предлагали посмотреть. Но тут мало окон, довольно-таки низкий потолок. Ой, наверное, не подходит. Оказалось, в торговом центре есть еще одно кафе, но, пожалуй, конкуренции большой нам не составит, так как японскую кухню любят не все. Этот вариант абсолютно не устраивает. Находится в жилом доме на первом этаже. Маленькие комнатушечки, темно. И вентиляцию на потолок просто вообще не выведешь. Место располагается в тихом дворике, просто глушь какая-то, народу никого, просто время потратила. Посмотрела еще три варианта, все как один не подходят, все в жилых домах. Похоже, придется вернуться к первому помещению. Татьяна может приучить жителей своего района регулярно питаться в своем кафе и тем самым забыть про конкурентов. Конкурентов нужно знать в лицо. Сейчас я отправляюсь в один из детских клубов, которые находятся неделеко, для того, чтобы посмотреть, чем они отличаются. Нужно понять, что я такого могу предложить детям, чтобы родители привели их именно ко мне. Здравствуйте, Наталья Николаевна, меня зовут Наталья, я вам звонила, договорилась о встрече. Да, здравствуйте. Я собираюсь открывать детский центр. Наталья Николаевна, а могли бы вы показать помещение? Пройдите, пожалуйста. Наталья с интересом осматривает детский клуб конкурентов. Ей показывают кабинеты для занятий, рисунки учеников, дипломы коллектива. Теперь у Натальи есть стимул открыть центр ничуть не хуже, чем тот, что она посетила. Мне кажется, у Натальи пока просто нет конкурентов. Но как только появятся компании, которые сопоставимы с ней по задору и уровню воспитания, ей будет сложно. Полноценно изучить конкурентов, сидя в интернете, невозможно. Зайдем в ресторан, где используется меню на планшете. Для посетителей кафе электронное меню в новинку. Однако с уверенностью можно сказать, что традиционное меню пока главный конкурент бизнес-идея Максима. Пойдете ли вы в ресторан, в котором будет именно электронное меню? Или для вас это не будет играть значительная роль? Я думаю, что главное конкурент, а не электронное меню. Понравилось ли вам делать заказ на планшете или нет? Понравилось. А вообще будет ли для вас являться выбором ресторана наличие такого меню? То есть при прочих равных пойдете ли вы в ресторан, где будет именно меню на планшете? Быстрее то, что в центре ждать не может. Это да, это плюс. Максим много чего нового рассказывал о некоторых деталях, касающихся тоже моего бизнеса. Тоже спасибо ему за это. Сегодня с сыном мы пойдем в магазин и посмотрим, какие игрушки я могу заменить приложениями, а с какими мне придется конкурировать. Давай посмотрим что-нибудь развивающее. Роб, иди сюда. Нам с тобой сейчас нужно начать учить буквы. Мама дорогая, 424 рубля. Небюджетно. Это детский планшетный компьютер. Цена вопроса 1499 рублей. В отличие от классных, но дорогих игрушек, мое приложение будет стоить около 30 рублей. Даже мой трехлетний сын им очень сильно увлечен. При этом он не только играет, но обучается, учит цифры и развивается. Пока я продумывала идею, у меня появилось сотня новых конкурентов. Теперь для меня, как для мамы, стоит проблема. Как из этого ассортимента выбрать действительно обучающие приложения в соответствии с возрастом? Я думаю, что в мою программу я могу включить и разработки конкурентов. Так мои конкуренты станут моими партнерами, так как я буду продавать их приложение через свою программу обучения. Главное найти методиста дошкольного образования и тестировщика, который отберут самое лучшее. Я рада, что мне удалось найти выход из положения и пересмотреть бизнес-модель проекта. Превращать конкурентов в партнеров звучит здорово. Задание от ментора выполнено. Теперь наши герои знают своих конкурентов и знают, как с ними бороться и с кем сотрудничать. Анализ действий участников проведут эксперты Олег Глазунов и Виталий Галенчик. Для чего ему ехать к самолетам, когда он не знает вообще, может быть, рынок заполнен, он туда вообще выйти не может. Потому что там тоже GoPro. В его этой штуке используется GoPro. Он поехал к клиенту, а не к конкурентам. Будем с ним работать. Наталья изначально попала туда, куда ей надо было попасть. Она пришла к своему конкуренту. Но она там недолго сдержалась. То есть она ошиблась с выбором конкурента? Она в него попала, но она не провела конкурентный анализ. Ну хорошо, давай теперь по поводу Ольги. Она с сыном пришла в магазин. Ну что, она единственная, кто правильно сделал часть задания, потому что она проанализировала действительно и Google Play, и App Store. Максим правильно сделал. Он пришел в ресторан, но он слишком много, на мой взгляд, внимания уделил посетителям. Он пошел по тому пути, что он решил через посетителей убеждать клиента своего. Татьяна сделала правильно. Она решила посмотреть место, но она пришла к закрытой двери. Мотив правильный, результата нет. Но ты не считаешь, что это очень как-то жестко к ним? Нет, не считаю. Бизнес – это не шутки. Кто из участников реалити получит наивысший балл? Судейская коллегия готова вынести свое решение. Сегодня тема очень важная, тема конкуренции. Мое общение с будущими предпринимателями говорит мне о том, что очень часто ребята недооценивают вообще конкуренцию в принципе, считают, что у них конкурентов нет. Давайте посмотрим, что ребята думают на эту тему и как у них это получается. Я счастлив, потому что я тоже лечу. Конкурентов нужно знать в лицо. Сейчас я отправляюсь в один из детских клубов, который находится неделеко, для того, чтобы посмотреть... Мама дорогая, 424 рубля. Небюджетно. Полноценно изучить конкурентов, сидя в интернете, невозможно. Оказалось, в торговом центре есть еще одно кафе, но, пожалуй, конкуренции большое нам не составит, так как японскую кухню любят не все. Ну что, мне вообще не совсем понятно было, какое было задание у ребят и что они сделали. Особенно первый участник Владимир. Мне кажется, что, видимо, он о чем-то другом думал, у него какие-то были другие задачи. Татьяна тоже больше думала о подборе помещения и выборе места для своего расположения, чем, собственно, о конкурентах. Наталья молодец. Важно чуть больше информации получить о том, на каких условиях эти центры работают, какой выбор перед родителями, куда отдать ребенка, а не просто о том, что существует. Максим, на мой взгляд, тоже больше изучал, собственно, рестораны, которые, как я понимаю, должны являться его клиентами, а вовсе не конкурентов, которые готовы производить или производить такой же продукт. Ну и Ольга тоже, мне кажется, не совсем до конца полностью оценивает то, что тех, с кем ей придется конкурировать. Коллеги, что вы думаете? Моим фаворитом остается, безусловно, Наталья, которой я, наверное, хотел бы поставить 5 баллов. Предложишь, давай всем. Да. Всем остальным я поставил бы 3, а Владимиру поставил бы 2. Я поставил следующие оценки. Наталье 5, хотя есть к чему стремиться, но она, конечно, ближе всех была к тому, чтобы сделать именно то, что мы от нее ждали. Максим 4, Татьяна 3, Ольга 3 и Владимир 2. Я оценил работу Натальи в 5 баллов, Максиму поставил 3, Татьяне поставил 3, Ольге 4 и Владимиру, к сожалению, тоже 2, потому что, мне кажется, задача немножко все же была про другое. Хорошо. Спасибо. Закончился четвертый день проекта. Жюри уже не намерены раздавать авансы. Тем не менее, Наталья вновь получает 3 пятерки. Не повезло Владимиру. По итогам второй серии он двоечник. Остальные участники пока числятся в хорошистах. Сами герои настроены оптимистично. Они уверены в своей победе над конкурентами. Для меня конкуренция – это то, что мне не дает заснуть, то, что движет меня вперед. Я хочу превращать своих конкурентов в партнеров. И я могу это сделать путем интеграции их приложений в свою программу обучения развития детей. Я готова побороться с конкурентами за счет более низкой цены, интересного предложения по меню, потому что итало-американского меню там нет в принципе. Ну и плюс, конечно, атмосфера, уют и то, что, собственно, я хозяйка заведения, буду практически постоянно на месте и буду встречать гостей и общаться с ними. Я уже познакомилась со своими конкурентами, узнала, чем я выгодно от них отличаюсь. Я буду идти вперед, и мы будем лучшим клубом. Сегодня же я пришел к выводу, что нам лучше всего продавать услуги. Борьба за главный приз проекта становится все более острой. Конкуренты определены. Но чтобы победить их, нашим героям необходимо правильно позиционировать свой бизнес. Удастся ли всем участникам справиться с очередным вызовом? Об этом в следующей серии. Смотрите первое российское бизнес-реалити «Вызов». Продолжение следует...